всем привет вы на моем канале вязание сегодня у нас понедельник сейчас 9 часов утра хотят сказать достаточно раннее утро хотя наверное смотря для кого да у меня уже давно давно не утро и я решила начать сегодня свой рабочий понедельничный день с того что хочу показать вам продвижение в частности в большей степени за выходные да потому что среди недели было очень много внезапно достаточно срочных дел и как обычно короче но выходные мне удалось немножко повязать я продвинула прям за выходные как минимум два процесса даже три получается и два процесса у меня два да два процесса у меня двигались в течение недели поэтому их тоже сегодня покажу и еще покажу вам новую пряжу которая пришла мне еще в начале декабря если не ошибаюсь если да да нет в конце месяца до в конце ноября месяца я уже честно говоря не помню я просто только недавно ее нашла вот после переезда так давайте мы начнем с продвижение наверное самых мною ожидаемых это продвижение по сарафану я что вчера вы смотрели вчера вчера да у меня выходило видео по итоги по совместному проекту про надеть 4 и я там показывал продвижение по заявленным процессом если интересно сходите посмотрите а там я показывал продвижение по всем практически по всем процессам которые у меня участвовали в рамках совместника сегодня буду говорить только о последних там 4-5 дней получается да вот потому что не все процессы у меня перекликаются значит сарафану если если вчера у меня было на момент съемки видео полтора треугольника то на сегодняшний момент почти все мотивы у меня готовы я не могу не быть этому безумно рада потому что это говорит о том что буквально еще чуть-чуть и можно садиться собирать и обвязывать то есть это прям уже в прямом смысле слова еще чуть-чуть да так что я рассчитываю что за рабочую неделю если ничего плохого не произойдет да потому что но я уже не знаю откуда на меня это все падает я конечно с этой задачей справлюсь вот эти мотивы которые у меня остались здесь еще по отдельности да не собранное в полотно это те мотивы которые я буду собирать на камеру а там в принципе работа пойдет по быстренькому так по пряже остаточки я не думаю что они сильно уменьшились со вчерашнего ролика ну и вот получается три треугольника абсолютно полностью связаны их можно даже в принципе присоединить да и не знаю может быть я вечером этим займусь посмотрим как там как у меня мысли в голове лягут пока еще пытаясь сообразить как мне все это организовать чтобы в общем плодотворно работать да вот три треугольника 4 буду вязать на камеру соответственно он пока еще не готов но и мне нравится что получается мне очень нравится расцветка были уже даже мысли о том что может быть еще один серафан но я потом понимаю что зачем зачем если можно просто задумку оставить да что это все очень цветное потому что основная в основном манит именно тот факт что это такое прям ярко ярко изделие да и можно что что-то просто подобное сделать вот так мне очень нравится то есть получается присоединить до собирать чуть-чуть буквально на камеру ну не знаю часа два наверно съемки по мотивам и потом будем обвязывать обвязка тоже это просто вот сесть и сделать я думаю что за эту рабочую неделю я с этой задачей справлюсь меня радует тот факт что треугольники готовы то есть в принципе да только бери и собирай все в кучу так раз два три вот это мое первое продолжение этим я занималась вчера я сидела сидела даже позавчера у меня был выходной в смысле выходной в прямом смысле на то есть младшего сына не было он с ночевкой остался у папы и я решила что это день когда когда я просто хочу чтобы меня вообще никто не трогал я думала буду вязать но не смогла не было у меня на это сил а под вечер силы появились и я повязала немножко и вот вчера прям перед это перетекло настроение из вечерней вязальной субботы на воскресенье так это мое первое продвижение и она тут пусть стоит недалеко потому что ну далеко убирать не хочется дальше второе мое продвижение это по худе мужскому здесь я провязала ну не так много рядов 10 мне кажется может быть даже чуть меньше 2 4 6 8 я почему смотрю вот на эту петлю она явно была вот в последнем ряду это получается если кто не смотрел предыдущие ролики последняя я теперь имею 2 роматы в процессах и меня это честно говоря напрягает напрягает что это два объемных изделия на которых на которые достаточно много времени нужно потратить то есть они объемные как и в плане работы так и в плане расхода пряжи и это прям много много времени занимает это не то изделие которое там сядешь и свяжешь там за 2 вчера даже не за неделю и меня это реально начала напрягать я не думала что так будет поэтому я решила вот этот все таки синие пока что не то чтобы отложить а просто заканчивать все по очереди да вот этот я отложу пусть он даже тут и продвинулся у меня немножко но я все таки наверное не все таки наверное а все таки вот с этим буду в первую очередь работать но тоже буду работать в свободное время потому что ну как в свободное время есть скажем так три группы процессов и изделие первое это то что мне срочно второе это то что после того что срочно а третье в свободное время так вот это относится ко второй группе значит я хочу наверное даже сегодня вечером подниму все петли закрою аккуратненько крючком и постираю тело в машинке стиральная чтобы у меня разошелся узор я понимала что происходит вот и дальше буду потихонечку его вязать самая объемная вообще работа это конечно с телом потому что вот эти соты но это просто очень время затратно каждый четвертый ряд все петли переплетаются это если бы еще сама себе думаю хорошо что не все тело в со тогда потому что можно было наверно бы с ума сойти а так вот это вот две боковинки они немножко спасают ситуацию так это у меня лана голд цвет 684 капитальный ланж я сейчас раскладываю наконец-то пряжу в своем стилаже большом вот этом и я конечно думала что такое может быть да когда постоянно пряжа в руках при том еще так это нравится какие-то новые идеи возникает и попалась мне в руки упаковка ланы голд в таком же цвета и только в метраже плюс и что-то сразу захотелось какой-нибудь теплый свитер тоже с какими-нибудь вот такими очень рыхлыми косыми большими крупными может быть даже вот по такой высоте где так но конечно не сейчас хотя кто знает кто знает так это так мысли вслух значит румата две руматы в одной корзине хранится я думаю что синенькую я временно уберу чтобы она не мозолила мне классно потому что я тут уже составила план такой предварительный план работы на январь и буду с вами обязательно им делиться так 1 2 3 1 2 3 дальше это получается у меня второе продвижение если не ошибаюсь в субботу утром я закончила женский носок из пряжи газа хэппи фит это вот получается вторая половинка пасма да если вы еще не вязали из газа хэппи фит это пасма которую когда раскручиваешь она распадается на две абсолютно одинаковая по весу да здесь на 100 грамм 330 метров это 75 процентов береносовой шерсти 25 процентов полиамида и цвет не скажу не помню соответственно в каждой пасме по 165 метров вот эти носки я вяжу их на свою ногу я вижу как обычно как как большинство последних носков от мыска здесь у меня бабушкина обратная пятка здорово здесь она смотрится по полоскам да как-то ну не раздражающе потому что мне не всегда нравится как ложится по цветам в секционке до носочка иногда это как-то немножко нелепо ну и в общем я говорил о том что хочу какие-нибудь высоковатые носки потом я сказала что хочу носки с от воротом и в пятницу вечером утром или в субботу утром я вам уже точно так не скажу скорее всего в субботу утром я увлеклась просмотром что ж я там смотрела такое увлекательное что-то не вспомнил в общем что-то я смотрела на компьютере и незаметно вывязала всю пасму в итоге это конечно не носок уже это уже гольфы вот здесь в определенный момент я сделала прибавки в определенным так на вскидку до определила что именно тот момент когда пора сделать прибавки потому что носок изначально был связан на пятидесяти шести петлях здесь я сделала прибавку 4 прибавки у меня получилось 60 как до расширения да и потом перешла на резы на резинку 6 на 6 для того чтобы при отвороте эта резинка смотрелась как бы правильно да то есть чтобы не было допустим из-за 6 на 2 то отворот бы смотрелся как-то нелепо наверное ну и в общем то вот пасмы газал хэппи фит хватает на практический гольф я конечно это дело еще не примеряла и вряд ли я буду носить это как гольф и даже не представляя себе такой ситуации хотя такая зима я уже мне кажется все представляю в моем понимании это носок или с двойным отворотом или носок который будет просто вот так вот приспущены до домашний носок получается но я конечно очень удивлена насколько хватает вот этого вот этой пряжи то есть если подумать что это носок какой-то должен был быть там не знаю 50 размера ноги то он все равно бы был очень высоким ну то есть да пусть это там 40 ну сколько но вот сюда бы ушло еще там пусть ну пусть даже 6 сантиметров но все равно это вот такой высокий огромный носок хотя кажется метраж да не такой большой как в стандартной носочки где 420 метров все равно будет хватает намного ну и теперь конечно же не придется вязать второй носок такой же такой же длинный да и вот пасмочка 2 перемотана бери движи я хочу посмотреть что здесь по секции ну вот смотрите если правильно размотать у меня кстати от первой пасмы остался вот такой кончик он будет цветной вот видно тут уже переход был на от оранжевого и пошло на фиолетовый с коричневым и получается что если эти пасмы полностью правильно размотать то они начинаются абсолютно одинаково смотрите вот начало первого носка здесь совсем немножко фиолетового потом пару переходов и ушло в зеленый и вот вторая пасма мне кажется что их красят как-то вместе но потому что она практически идентичная то есть тут даже не нужно сильно стараться чтобы соединить секции вот смотрите даёмая соединила две ниточки не знаю видно или нет но прокраска прямо вот один в один здесь возникает вопрос что-то такое такое максимально точное ручное окрашивание писали бы как есть имитация ручного окрашивания я без претензий на город здорово что есть возможно связать одинаковую пару что не все понимают этой рябости но зачем же вводить в заблуждение может кому-то это принципиально в общем 2 носок я буду начинать точно так же соответственно ну вот отступлю да там сколько вот он кончик и начну убирать петли джути не получится у меня два абсолютно одинаковых нас к и или гольф как правильно даже не знаю вот это еще не стирано ну пока это хранится вот так как будто это реально такой домашний носок с двойным отворотом вот тут прям так массивно мощно я бы сказала надо посмотреть как это смотрится на ноге похоже на сапожок чем-то так ну в общем то не было у меня конечно цели такой изначально так получилось так и это продвижение номер три продвижением номер четыре стал носочек мужской то есть на данный момент у меня по-прежнему две пары носков в работе первый носок у меня готов он абсолютно такой же то есть прям в такой же технике от миска из бабушкиной пяткой в обратную сторону связаны очень нравится пряжа мне почему-то начинает казаться что он какой-то сильно широкий и я прям переживаю на этот счет хоть бы не получился большой на свою ногу примеряю и ну не знаю если он таким и останется после стирки да и в процессе носки то все как бы неплохо мужская нога она по идее как бы пошире должна быть да но если растянется это будет грусть ну и конечно же 2 носок я начала идентичный то есть на таком же количестве петель здорово что не нужно в этот раз подбирать секции но это не такая большая проблема но все равно как бы все равно ты об этом думаешь и получается вот такая сейчас стадия да то есть конечно до пятки еще очень далеко вот так хотя далеко это пока не взялся чуть больше чем связано по прямой и потом уже пятка пятка вяжется ну я бы сказал достаточно быстро вот это если понимать что ты делаешь я не записывала количество рядов к сожалению надо бы все пересчитать и обязательно записать чтобы потом когда будет время повязать не переключать свое внимание да вот нравится очень нравится эта растетка трав прямо супер прямо супер и пряжа нравится но опять же пока не стирано выводы делать рано так это продвижение номер четыре и последнее очень очень неожиданное продвижение потому что я вообще не планировала этот процесс в этом году вязать это платье и вы знаете на данный момент это платье это уже платье я вчера примеряла на себе пока не показывать конечно еще очень рано потому что это прям сильно мини еще немножко я думаю что можно будет показать сейчас вам покажу насколько она у меня продвинулась за вчерашний день я уже прикинула сколько мне еще вниз вязать моточку бежал сильно убежал и вот сейчас пока утром вязала это платье начаться вчерашнего дня но вот этот ярко-желтый маркер это я примеряла и мне показалось что еще 20 сантиметров вниз и будет хорошо но сколько здесь еще связано 7 до а вот этот маркер он чуть чуть раньше стоит это вы как раз таки начало вчерашнего вязания не намного больше рядов потому что я повязала повязала мне захотелось примерить после съемки видео значит что какие мысли у меня я примерила я была приятно удивлена потому что думала что скорее все все таки накосячилась прибавками да то есть ну вот может быть мало расклешение этого для силуэта может быть что-то там еще может быть не то но в итоге все очень неплохо и я приятно удивлена и мне кажется что я прям попала так как и именно и хотела и сейчас какие у меня мысли значит здесь 7 сантиметров сейчас покажу что осталось от рука я не могу определиться с рукавами если так откровенно говорит да что мне делать какие рукава мне вязать длинные короткие средние значит у меня самая ходовая длина рукава это вот это три четверти и мне кажется что это длина рукава для меня оптимально в плане того как это на мне смотрится мне комфортно мне ничего не дергает и не холодно и не жарко да то есть как бы то что нужно на такую длину рукава у меня уйдет но от силы а я думаю что метров по 120 до на каждый рукав в мотке 330 у меня вот это и еще один моток то есть получается что если остановиться на длине рукава три четверти то вполне вероятно что пряжи мне в целом на платье хватит как бы это не было для меня даже удивительно но мы опять же будем отталкиваться от того насколько мне вот хватит этого клубочка потому что изначально когда я вчера приступала к вязанию здесь было на вскид уголом 70 ну может быть там может быть 80 да я не взвесила кстати и сейчас мне сложно представить насколько вот этого еще хватит но я думаю что еще настолько же максимум и получается что если я вижу рукава 3 четверти то еще от этого мотка у меня снова что-то остается и уходит снова на длину платья поэтому пока что я решила как сделать значит длинного рукава я все же похоже откажусь просто потому что получается что мне нужно докупить один моток всего в этом цвете и но вероятность того что он будет этой же партии она ничтожно мало вы сами это прекрасно понимаете то есть у меня получается что-то будет в однотонном плане платье выделяться красный цвет но не очень бы хотелось чтобы были какие-то цветовые полоски да из-за того что там разная партия и разная прокраска не тот случай я уже думала может быть у меня была когда-то шапка у данила в таком цвете и я там сочетала с таким темно-серым меланжем разделила полоской в две белые два белых ряда да и я уже думала может быть низ от платья довязать в другом цвете но сейчас я понимаю что уже поздновато да то есть если делать полоску эту то она должна быть такая хотя бы ну сантиметров но не знаю двадцать пять тридцать высоту чтобы это смотрелось не нелепо не так как будто пряжи не хватило совсем и вот уже как бы выкрутился как-то а чтобы это было как задумка и маленькую полоску я реально тут не вижу вот я представляю а она не представляется поэтому пока что мысли какие я довязываю вот этот клубочек до конца но не сразу не сейчас конечно как получится я постараюсь это сделать на этой неделе и платье я свое стираю и мокрое вешаю на манекен и пусть она под своим весом сохнет вытягиваются и выравниваются петли cotton gold конечно это не ализе дива он не сильно вытянется он конечно что то что добавится в длину однозначно потому что выравниваются петли под собственным весом вытянется как чуть-чуть но это будет вот один раз это я даже не сомневаюсь дальше будет уже стандартная какая-то стабильная длина и когда это все высыхает я снова примеряю и тогда уже делаю выводы и скорее всего я все таки чувствую что так и получится что у меня что я впишусь ну реально впишусь в эту упаковку не то что какая удача что мне хватило а просто сделаю так чтобы мне хватило то чтобы ничего не докупать и ну как бы все было в одном цвете для меня это был вчера приятный сюрприз вам честно скажу потому что я думала что я когда примере на себя там будет и серии что чуть-чуть и чуть-чуть длиннее чем джемпера но она закрыла уже мне попу и в принципе как бы такое мини платье на единственное что я сейчас понимаю что пора определяться с обработкой потому что ну как бы да пора вот здесь сколько но здесь грамм ну 25-28 кстати да есть весы недалеко ну что проверим мой глазомер я не знаю видно ли вам но обманывает не в моих интересах да ладно здесь еще 39 38 короче здесь еще куча пряжа это сколько 2 5 мотка до 330 если на 5 666 и на 3 200 метров существенно это еще много я приятно удивлена дважды ну тогда все чего мне переживать все в порядке ну все мы прямо я загрелась значит вот тут клубочек лесочка я думаю что я вам вставлю сегодня на манекене как это смотрится посмотрите на что это реально уже похоже на платье без рукавов очень необычно смотрится да вроде такое платье под самую шею я не очень такое люблю но большая грудь и когда под самую шею изделие плечевое очень выделяется что грудь большая когда чуть ниже опущена горловина это не так бросается глаза почему-то ну и в целом я не люблю когда подушивает под самую шею поэтому уже покажу на себе когда будут рукава так это продвижение номер пять и она получается последнее ну и теперь немножечко вкусняшек значит я снова напала на визоманию и у меня в моих запасах я очень надеюсь что это последние запасы носочки на ближайшие хотя бы год то что ну это несерьезно и здесь как вы понимаете у меня было нападение по мужским расцветкам все здесь мулине или как это правильно называется но по-моему это так называется расцветка когда когда вот переплетение такие значит визомания шок ссылочку на интернет в магазин оставляю вся пряжа вот вот такая состав название метраж стандартная носочка она вся не эластичная мне кажется что я уже смирилась практически и читает это выражение меня сразу музыка в голове новогодняя играет так ну и что тут по цветам значит вот этот очень красивый серый меланж прямо даже не обязательно носки такие вязать правда же очень красивый вот такая ну это хвоя наверное то что для оливки это очень темная темный оттенок красивые но немножечко не мой но и не мне поэтому ну и ладно и три оттенка больше синих вот такой темный потом вот такой здесь получается голубой арка сини и черный три цвета сплетено я почему вообще по мужскому да потому что понимаю что в моих запасах очень много носочки но она в основном вся именно женских расцветах таких ну то есть мужчине не свяжешь точно слишком там где-то розовенький проскакивать где-то фиолетовенький такой слишком светлый без до желтенький как то вот я в прошлый раз не подумала об этом ну и поскольку в моей семье одна я девочка то как бы логично да что нужно было затариться именно мужскими расцветками хотя конечно нет не нужно можно было и воздержаться но уж очень хотелось ну и как бы я щас пряжу покупаю вообще максимально редко не без труда конечно потому что хомятки а то это еще все прекрасно это знаю да но этот год прямо прям знаете я и как бы из с какого года с 18 наверно или с 19 пряжу но особо не с 18 наверно особо не покупаю но у меня с каждым годом все лучше и лучше получается это делать именно не покупать вот ссылочка на интернет-магазин в инфобоксе саша периодически проводит какие-нибудь там акции серии 50 грамм в подарок или скидка 20 процентов может быть не 20 но не хочу заводить заблуждение но в общем надо следить обязательно если вам эта тема интересно там не только носочка в основном бобинная пряжа или наверное все бобинная пряжа я что-то потерялась в общем загляните посмотрите думаю что как бы чисто для общего развития не помешает сто процентов вот это все что вязалась за выходные в принципе я считаю неплохо да и надеюсь что эта неделя будет не менее продуктивная я планирую снимать и бизоблог и планы и успеть за час скорее всего выпущу и болталочку хочу выпустить ну короче все как обычно и если все будет хорошо потому что есть предпосылки к тому что неделя может пройти не так как я хочу да то я конечно попробую выпустить видео готовых работах у меня все готово осталось в кончики прятать садись до снимаю вот поэтому может быть завтра послезавтра постараюсь это сделать и буквально на днях выпустите на этом у меня все огромное вам спасибо за ваши просмотры ставьте лайки и подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны увидимся с вами в новых роликах до новых встреч и всем пока пока субтитры сделал DimaTorzok и